Средства из Нацфонда должны расходоваться экономно и рационально. Это одно из поручений главы государства. Размер гарантированного трансферта из Нацфонда до 2020 года поэтапно будет сокращен до 2 триллионов тенге. Регионам необходимо расширять налоговую базу. Для этого в стране обсуждает проект нового налогового кодекса. Моя коллега из Уральска продолжит тему. В Западно-Казахстанской области объем поступлений в бюджет за 7 месяцев 2017 года составил 157 миллиардов тенге. Это на 8% больше планового объема. В сравнении с прошлым годом отмечен рост на 16%. Рост поступлений обусловлен увеличением КПН от подрядных компаний КПО за счет роста объемов добычи и реализации нефти в среднем на 25%. Кроме этого было обеспечено дополнительное поступление в сумме 5 миллиардов за счет улучшения администрирования. По местному бюджету у нас рост поступлений по индивидуальному подоходному налогу, социальному налогу за счет увеличения роста налоговой базы в среднем на 16%. В стране обсуждается проект нового налогового кодекса. Оптимизация льгот, упрощение налогового администрирования, совершенствование специальных налоговых режимов – это ожидание бизнес-сообщества, предложение которого собирает Национальная палата предпринимателей. К примеру, при взимании налога на добавленную стоимость вводится контрольный счет. Это позволит упростить процедуру возврата. А сохранение порога доходов на НДС позволит развиваться малому бизнесу, считают специалисты. В случае, если меньше 30 тысяч, там вообще планировалось 15 тысяч месячных расчетных показателей, предприниматель должен был регистрироваться как платильщик налога на добавленную стоимость. А это несло бы дополнительной финансовой расходой. Как бы должны были ввести какой-то раздельный учет доходов и расходов. Также предпринимателям будет предложен новый режим фиксированного вычета. Налоговой базой станет разницей между доходами и расходами. Это выгода, например, торговому бизнесу, где обороты большие, но прибыль низкая. Срок исковой давности для малого бизнеса сокращен. То есть срок исковой давности до трех лет. А для крупных налогоплательщиков он так и остался до пяти лет. Также предусмотрены такие критерики предоставления отсрочки и рассрочки в уплате налоговых платежей. То есть рассрочка составляет до шести месяцев и отсрочка до трех лет. Планируется в проекте кодекса сократить с 32 до 14 нормы, выступающие основанием для налоговых проверок. А сами проверки будут строиться на принципах доверия и сотрудничества, отмечают эксперты. Потап из Базарбаева, Балачарл Гасов, Канат Махмутов, Уральс, Хабар, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова